Поддерживаются биткоин, эфириум, лайткоин и биткоин кэш. Все сделки производятся мгновенно, а аудитория приложения насчитывает 77 миллионов пользователей. Вариант номер один. Капитализация XRP опустится до 50 миллиардов, когда монета подешевеет до 1 доллара. Сообщество объявило 20 апреля днем DoggyCoin. В социальных сетях сообщают о намерении поднять цену до 1 доллара. Рад приветствовать на канале CoinPost. Падение биткоина запустило волну продаж альткоинов, которая прокатилась практически по всему рынку криптовалют. Новости о продолжении ухудшения работы сети первой криптовалюты мешают восстановлению цены. А критики алгоритма Proof of Work пользуются моментом и заявляют о необходимости отказаться от него. Предлагаю сегодня разобраться, может ли падение хешрейта влиять на цену, какие есть прогнозы по дальнейшему курсу. И уделим отдельное внимание альткоинам XRP и DoggyCoin. Между этими монетами как раз идет борьба за топ-4 позицию криптовалют по капитализации. Хочу напомнить, что каждое утро по будням в нашем канале в Телеграм публикуем анализ ключевых событий по криптовалютам и обзор рынка. Мы начинаем. Сотни кичатся крупными доходами в крипте, но лишь единицы откровенно делятся как своими фейлами, так и прибыльными стратегиями. Дмитрий в Телеграм-канале «Богатей на диване» уже 4 года честно показывает все шаги по инвестированию и криптотрейдингу. Например, как сделал X400 на токене Flow, зафиксировал 67 максов на IDO IEOs, как организовал несколько пулов, в которых заработал с участниками свыше 30 тысяч долларов за последние 2 месяца. Таких историй у Дмитрия много, и вам ничто не мешает повторять за ним и тоже делать большие деньги. А еще до 1 мая проходит конкурс, в котором 10 счастливчиков разделят призовой фонд в 300 долларов. Присоединяйтесь к каналу «Богатей на диване» по ссылке в описании. Сейчас много негатива в СМИ, поэтому давайте стартуем с хорошей новости. Платежное приложение Venmo от PayPal добавило функции покупки, продажи и пересылки криптовалют от суммы в 1 доллар. Поддерживаются Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Все сделки производятся мгновенно, а аудитория приложения насчитывает 77 миллионов пользователей. По-хорошему, после такой новости биткоин должен идти обновлять максимумы. Шутка ли, 77 потенциальных новых пользователей криптовалют, у которых не будет проблем со временем обработки транзакций, уплаты комиссий и так далее. Это о чем давно говорили эксперты, что криптовалюты должны быть максимально простыми в использовании. Нажал одну кнопку и готово. Жаль, что пока мы не можем реализовать подобное без посредника в виде PayPal, но разработка в этом направлении ведется. А теперь о неприятном. Хешрейт снизился до 98 экхакэш в секунду, упав почти на 40% за несколько дней. Это привело к существенным задержкам в обработке транзакций. Блоки добывают дольше, чем положенные 10 минут. Был даже антирекорд в 122 минуты на один блок. А средняя стоимость транзакций взлетела выше 58 долларов, что побило рекорд декабря 2017 года. Это выглядит неприятно для тех, кто не помнит или не знает, как устроена сеть биткоина. Что нужно понимать, падение хешрейта никак не угрожает сохранности ваших средств в биткоинах. А негативные факторы, введя аномально высокой комиссии и долгого времени обработки транзакций, лишь временное явление. Есть два выхода из данной ситуации. Первый. Восстановление хешрейта могут включиться майнеры, которые до этого были на паузе из-за неприбыльности их оборудования. Да и авария в Китае это не навсегда. Местные майнеры тоже делают все возможное для возобновления работы. И выход номер два. Сеть биткоина просто отрегулирует такой параметр, как сложность. То есть подстроится под текущий уровень хешрейта для нормализации времени добычи блоков. О том, какой алгоритм лучше, Proof of Work или Proof of Stake, мы поговорим во второй части. Когда будем обсуждать альткоины. Там есть как раз повод. А сейчас давайте посмотрим на цену биткоина. Вчера мы не смогли закрепиться выше 58 тысяч, поэтому быки повели курс вниз и день закрыли ниже 56 тысяч долларов. Сегодня цена сталкивается с сопротивлением на 56,5 тысяч, где проходит 50-дневная скользящая средняя. Выше будет еще одна проблема в виде диапазона 59-60 тысяч долларов. Там как раз собрались вместе предыдущая линия восходящего тренда. 21-дневная скользящая средняя и просто психологически важный уровень, на который биткоин в предыдущий раз потратил много времени и наших нервов. Я говорил это вчера и повторю сегодня, что без хороших бычих новостей рынок может испытывать сложности с пробитием указанных сопротивлений. Но конкретно на сегодня я не являюсь скептиком по биткоину, хоть прогнозов на дальнейшее снижение все больше. Различные аналитики приводят уровни в 51 тысячу. И если он не устоит, то открывается дорога на 42 тысячи долларов, где сейчас проходит важнейшая поддержка в виде 21-недельной скользящей. Исторически биткоин отталкивается от нее во время роста, а провал ниже данной линии символизирует начало криптозимы, то есть долгосрочный медвежий рынок. Но я жду, что проблемы сети скоро будут решены. Рынок получит новые хорошие новости и за счет этого цена в 51 тысячу выдержит давление медведей. После чего биткоин вернется к росту. Это была не финансовая рекомендация, а лишь мое личное мнение по цене биткоина. Вы можете поделиться своим прогнозом в комментариях, а также ставьте лайки. Чем больше аудиторию соберет это видео, тем больше поддержки получит биткоин и никакого падения не будет. Доги коин или XRP? А кого бы? Выбрали вы. Это настоящий шок. И долгое время подобное никто не смог бы представить. Но прямо сейчас, в момент работы над видео, криптовалюты борются за место в топ-4 по капитализации. Давайте обсудим, как подобное может случиться. Вариант номер один. Капитализация XRP опустится до 50 миллиардов, когда монета подешевеет до 1 доллара. От предыдущего локального максимума XRP уже подешевел на 33%, а следующая поддержка при продолжении падения курса как раз на 1 долларе. Случиться это может в том случае, если биткоин снова пойдет вниз. Также обращаю ваше внимание, что пока по XRP нет хороших новостей, которые могли бы запустить новое ралли. Да, была статья Wall Street Journal, где обвиняли американского регулятора в необоснованных претензиях и угрозе всей криптоиндустрии. Но это лишь рассуждение авторов издания, к тому же надо понимать, что даже Wall Street Journal можно купить статью на нужную тему. Это лишь вопрос стоимости. Также писали, что японская криптобиржа The Carat Exchange, ее в СМИ называют популярной, но лично я слышу это название впервые. Вроде как восстановила торги XRP. Эту информацию разместил в Твиттере один из сторонников XRP. Правда, я специально пытался найти новости, когда данная биржа закрыла торги и ничего не вышло. Поэтому курс XRP пока ходит за биткоином, и этим может воспользоваться DoggyCoin. Сообщество объявило 20 апреля днем DoggyCoin. В социальных сетях сообщают о намерении поднять цену до одного доллара. Если это вдруг получится, то не только XRP, а и BNB окажутся позади. А DoggyCoin станет топ-3 криптовалютой по капитализации. Кстати, об объявлениях. Надеюсь, все помнят, что плюс один подписчик на канале – это плюс один доллар к максимальной цене биткоина. Хотите, чтобы этим летом первая криптовалюта достигла 200 тысяч? Тогда подпишись сам и сделай репост этого видео другу, чтобы и он принял участие. Сейчас мы слышим много критики от DoggyCoin. С ней отметился даже основатель кардана Чарльз Хоскинсон. Далее цитата. В индустрии DoggyCoin всегда воспринимался как шутка. Но благодаря Илону Маску и Китам, цена на монету взлетела в стратосферу, усилив спрос со стороны новых участников рынка. Давайте будем откровенны, это пузырь. Он взорвется и лишит денег многих розничных инвесторов. Формально он, конечно, прав. Но даже шутка может иметь ценности DoggyCoin, это реально доказывает. Особенно если вспомнить, что монета выпущена на протоколе Proof of Work, критики которого часто забывают две важные вещи. Первое. То, что электричество тратится не только на майнинг криптовалют. Я опубликовал вчера в сообществе сравнение между энергопотреблением биткоина, добычей золота и банковской системой. Думаю, все наглядно и объяснять не нужно. И второе. Алгоритм Proof of Work – это не только долго, дорого и шумно. Это еще и генерация ценностей, ведь за свою работу майнеры платят деньги. Это то, чего нет в Proof of Stake, там новые деньги просто печатаются, как доллары на станке ФРС. А управляют этим процессом те, у кого больше всего криптовалюты на руках. Можно придумывать разные виды консенсуса для Proof of Stake. Но суть от этого не изменится. Новые монеты все равно создаются из воздуха и теми, у кого их больше. Чем это лучше фиата? Давайте обсудим в комментариях. А в завершении хочу сказать, что DoggyCoin может быть и шутка. Но это полноценно работающий блокчейн, который может передавать транзакции без посредников и только вы владеете своими монетами. Сможет ли вера людей в него сделать из шутки пристанище ценности? Покажет лишь время. Но я желаю, чтобы у них все получилось. Как будет развиваться противостояние между DoggyCoin и XRP за топ-4 криптовалют будем оперативно освещать в Телеграм-канале. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся. И просвещайся.